Переходов и туалетов не будет. Судьбу глашиного рынка обсудили на планерке главы Сочи. В скейт-парке деревянная перегородка обрушилась вместе с детьми. Инцидент произошел у Виллы Вера. В Сочи поступило оборудование для битриоретинальной хирургии. Сегодня прошла первая операция. На курорте стартовала Черноморская чайка. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике собрали 220 юных атлетов. Комбайны на низком старте и уже рвутся в бой. Через считанные дни на Кубани стартует уборка зимой пшеницы. В этом году погода аграриев не радует. Ученые бьются за новые рекорды урожая. Как этого достичь, обсудили на краевом совещании. О методах поддержки сельхозработников и их планах на лето наши краснодарские коллеги. На первый взгляд обычное поле. Но на самом деле экспериментальная площадка под открытым небом. На пяти гектарах представлены самые яркие достижения кубанских селекционеров. Здесь выращивают 60 сортов пшеницы, ячменя и гороха, которые вывели в Национальном центре зерна имени Лукьяненко. Старший научный сотрудник Владимир Панченко 14 лет придумывает новые виды азимых и яровых. Вот это гордость ученых. Новый сорт пшеницы – граф. По урожайности ему нет равных. Он допущен в производство в 2018 году. Имеет очень высокую процедуру продуктивности. В том году на наших посевах он дал 113 сантиметров зерна с гектара. Для сравнения лучшие сорта занимают в производстве уровень урожайности где-то 90-95 сантиметров зерна с гектара. В данном случае это пример именно прикладной науки. Практически все поля в Краснодарском крае засеяны кубанскими сортами пшеницы и ячменя. Последние новинки сельскохозяйственной моды сегодня показали губернатору. Вениамин Кондратьев посетил опытные поля Национального центра зерна. За последние три года к использованию допущены 20 сортов пшеницы и третикали. Это гибрид ржи и пшеницы. Здесь по 120-140 зерен в колоске. В колосе. Вот смотрите, да? Огромное. Вот если посчитать, это здесь 30 с лишним колосков. Как можно подумать, что это создано вообще руками человека. Да, это мы и мы счастливы. Вот так вот оказывается, что природа. Оказывается, что природа сегодня корректируется человеческим мозгом и человеческим трудом. Все представленные на опытных полях сорта пшеницы и ячменя специально адаптированы для местных условий. В первую очередь учитываются погодные факторы. Но губернатор обращает внимание не только на это. Подстраиваться нужно и под потребности рынка. Спрос на пшеницу твердых сортов очень высок на рынке. А насколько Кубань сегодня готова и насколько есть возможность у нас, в том числе и наших полей, эту пшеницу растить и на самом деле поставлять на рынок. На рынке это зерно востребовано, но его нет. Надо хозяйствам края, чтобы перерабатывающие наши предприятия делали заказ на выращивание зерна твердой пшеницы. Если сегодня пшеница твердых сортов максимально востребована, давайте подумаем, может быть увеличить меры господдержки для того, чтобы твердые сорта все-таки максимально начали на Кубани появляться и мы могли реально уже говорить о том, что они у нас есть в промышленных объемах. Благодаря исследованиям кубанских ученых урожай год из года бьет собственные рекорды. Как сохранить звание житницы России обсудили уже на Краевом совещании. Главы районов, агрономы и механизаторы решали, как сделать уборочную компанию максимально результативной. Комбайны выйдут в поля уже в конце недели. Работа закипит на 3,5 миллионах гектаров. Пока сельхозработники трудятся в полях, руководителям агропредприятий самое время провести работу над ошибками, учитывая научные знания, а именно ввести грамотный севооборот. Этого же требует краевое законодательство. Мера не прихоть властей, а реальный метод сохранить богатый урожай. Иначе можно и попросту лишиться гектаров кормильцев. Этот год показал разницу между теми хозяйствами, в которых правильный севооборот, который отвечает закону Краснодарского края, и там, где его не соблюдает. И мы видим, какая разница в пшенице. Там, где есть структура севооборота правильная, сегодня пшеница стоит даже с учетом ограниченного количества осадка, стоит в довольно-таки хорошем состоянии и перспективы на урожай высокий. А там, где нет, она уже практически стоит созревшая, так назовем, сгорела. И трещины в почве проходят до самого локтя. Поэтому здесь я хотел бы говорить не о том, что мы заставляем вас. Вот вам показали пример погодные условия. Но если показывают сегодняшний день, что гумус падает, что севооборот нарушается, а потому что, как следствие, естественно, дальше все, как по цепочке, сыпется вниз, давайте изымать эту землю, изымать, давайте создавать прецеденты в рамках судебной уже практики. А что остается делать? Смотреть на это? Не надо и не будем, коллеги, кто не может пользоваться, передайте тому, кто может пользоваться землей. Но убивать землю не нужно. Поэтому я еще раз подчеркиваю, если сегодня, понятно, краевой закон есть, юридическое обоснование, почему мы действуем именно таким образом, если почвенное обследование, допустим, на 2015 год, 2016, или к текущему времени состояние почвы ухудшается, как вследствие нарушения севооборота, значит, прецеденты создаем, доходим до Верховного суда, а дальше пусть суд возьмет на себя ответственность перед последующими поколениями. Именно грамотное чередование посева позволяет избежать истощения грунта. Почва может даже не отдыхать, как было заведено раньше. Если мы безобразничаем, переходим на поверхностную обработку, не имеем всего оборота, у нас падает и количество урожая, и качество урожая, значит, мы имеем полную возможность стабилизировать через технологический процесс производство любой культуры. Естественно, хороших результатов в поле не добиться без экономической поддержки. И Кубанская казна ориентирована не только на аграрные успехи. На майской сессии в Законодательном собрании региона было принято решение направить на молочное производство 100 миллионов рублей. 50 миллионов отправятся на поддержку начинающих сельхозкооперативов. В этом году, несмотря на все сложности, в принятом нами бюджете сохранились и объемы господдержки отрасли. На реализацию программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия предусмотрено более 5 миллиардов рублей. Более того, бюджет постоянно корректируется. Помощь рублем очень кстати, ведь АПК – это ведущая отрасль экономики региона. В этом году аграрив подшатнуло подорожание бензина. Как один из вариантов решения проблемы, перейти на газомоторное топливо, предлагает Вениамин Кондратьев. Сегодня стоимость одного литра природного газа намного ниже бензина, да и срок работы техники заметно увеличится. Такая заправочная станция сейчас работает только в Павловском районе. Чтобы собрать хороший урожай, нужна планомерная поддержка аграриев и согласованность работы всех структур власти, подытожил глава региона. Слаженность действий в данной ситуации выходит на первый план. И здесь, Андрей Николаевич, я вас просто прошу обеспечить слаженность действий между селянами и сегодня в том числе Министерством сельского хозяйства, главами муниципальных образований, чтобы было максимальное взаимодействие. Еще раз подчеркиваю, максимальное взаимодействие. Все 24 часа в сутки. Пока не завершим уборку. Коллеги, к вам обращаюсь. Тонкие участки, вы обозначили перед оперативным штабом. Продумайте каждый день, каждый свой шаг, каждую свою возможность. Где получится, где у вас вызывает тревогу, что что-то не получится. Чтобы мы все вместе, еще раз подчеркиваю, в рамках мощнейшего взаимодействия, слаженной работы, не допустили никаких промашек. Также слаженно должна идти работа и в полях. Уборка азимых не должна занять больше двух недель, отмечают специалисты. В прошлом году кубанским аграриям удалось собрать почти 15 миллионов тонн земновых. А это около 10% всей пшеницы в России. В 2018-м, несмотря на капризы небесной канцелярии, сельхозработники готовы замахнуться на новые рекорды. Инна Чайко, Александр Иванченко, Денис Перец и Алексей Комаров. Кубань-24. Краснодар. Пляжи Краснодарского края полностью готовы к купальному сезону. Об этом журналистам рассказал губернатор Вениамин Кондратьев. Глава региона напомнил, что на Азовском и Черном морях пляжи привели к единому облику. По разработанным стандартам оформлены также экскурсионные бюро и бюро по размещению отдыхающих. Огромная работа проведена по обустройству пляжей. В прошлом году опробовали такой формат на пляжах Долгой косы Ейского района, что позволило благоустроить по единым стандартам береговую полосу и увеличить площадь территории более чем на 320 тысяч квадратных метров. Теперь на кассе Долга единовременно могут с комфортом отдохнуть свыше 6,5 тысяч туристов. Также главным приоритетом на всем Кубанском побережье остается безопасность людей. Пробы воды, организации службы спасения, медицинской помощи, инфраструктура – все это составляющие комфортного отдыха. И на сегодняшний день после освидетельствования к эксплуатации допущено почти 200 пляжей. Они соответствуют необходимым требованиям. Также на пляжах Сочи, Анапы, Геленджика, Новороссийска, Туапсе и Ейска появится бесплатный Wi-Fi. Следить за порядком в местах отдыха будет оперативный штаб. Мобильные группы, созданные по поручению губернатора, проконтролируют безопасность туристов на воде, в гостиницах и на экскурсионных маршрутах. Судьбу блошиного рынка обсудили на планерке при главе Сочи. Продавцы подержанных вещей всячески нарушают закон о запрете уличной торговли, который действует на курорте. И задачу властей, как было отмечено на совещании, не прогнать людей с улицы, а навести порядок. Найдены ли пути решения этой многолетней проблемы. Об этом далее. Блошиный рынок горожане уже сравнивают с цыганским табором. Его завсегдатые несколько лет кочуют с места на место. Пойдя им навстречу, администрация города нашла новую площадку и предложила осесть по соседству с парковкой Моремола. Те отказались сначала из-за отсутствия перекрытия, затем назвали место нерентабельным. Теперь же требуют обустроить в том районе наземный пешеходный переход. Но, как говорят в ГАИ, это невозможно. И здесь вопрос, каковы дальнейшие действия. Ведь полномочия по пресечению незаконной уличной торговли есть лишь у полицейских. Люди начали жаловаться не только прокуратуру, но и ФСБ уже, что мы не можем зайти в свои дворы. Потому что там идет вонь от туалетов. Естественно, никто им туалеты на улицах ставить не собирается. Ну, это очевидно, это невозможно просто-напросто. Большое бездействие полиции привело к тому, что на этот безобразный рынок едут не только жители города Сочи, но и Туапсинского района, и Абхазии. Я повторяю, что вы, полиция, довели ситуацию до такой степени, что было 70 человек, это одно было. Сегодня 700. Вопрос этот не закрыт. Глава города планирует его обсуждать на другом уровне, так как борьба с незаконной торговлей на местах идет неактивно. Претензии мы развучили к работе полицейских, отвечающих за охрану общественного порядка, и к полку ДПС. Причину заторов Пахомов накануне выяснял лично, проехав по улицам курорта. В итоге повод для скопления машин все тот же – игнорирование автовладельцами дорожных знаков, незаконная парковка и отсутствие на дорогах патрулей. Далее обсуждать наболевший вопрос мэру пришлось с руководством УВД Сочи, но уже по телефону. Я, глава города, требую, чтобы на тех местах, где сегодня незаконная парковка, были приняты меры, и незаконной парковки не было. И обеспечить столько экипажей, сколько должно быть. Временное решение нашлось, но за счет административного ресурса для регулирования парковки автомобилей привлечены общественные дружинники. Они же будут сигнализировать в случае нарушений правил водителями. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В микрорайон Таврический от Лежского района пришел долгожданный природный газ. Семь лет жители были вынуждены использовать баллоны с жиженным газом. Столько же времени им потребовалось на обращение во все компетентные инстанции. В микрорайоне Таврический более сотни домов-переселенцев по олимпийской программе. Несколько лет назад в поселке проложили газовую трубу. Однако ни одна эксплуатирующая организация не хотела брать сети на баланс. Поэтому голубое топливо для жителей поселка долгое время было лишь мечтой. На решение вопроса по балансодержателю понадобилось семь лет. Все это время жители получали сжиженный газ, который заправляли в газгольдеры. Специально для переселенцев поселка Таврический газ доставлялся по сниженной цене, благодаря дотациям от властей. Однако проблем с таким видом топлива было достаточно. То у нас скапливался конденсат, часто не было газа, то не подвозили газ. В общем, мучились. И нам обещали после Олимпиады подключить природный газ. И только в 17-16 году оказалось, что каких-то труб не хватает. Раскопали, добавляли эти трубы под природный газ. Все это время жители постоянно обращались во все органы власти, как исполнительной, так и законодательной. В том числе и к депутату Государственной Думы от Сочи. Этот вопрос такой, который вызывал много прежде волнений. Но я знаю, что за это время он решен. И я могу выразить удовлетворение. И наконец-то Таврический получил то, что он должен был получить прежде. Для газификации в максимально короткие сроки построили более десятка километров газовых сетей. И уже 19 мая в частные дома поселка начало поступать долгожданное голубое топливо. Честно говоря, когда вот нас всех собрали, администрация, нам говорили, что это затянется где-то на две недели. Но мы были в ужасе. Ясное дело, у всех дети, семьи маленькие, маленькие дети. Ну, вы знаете, вот приятно были удивлены, сработали очень быстро. Мне буквально его подключили за два дня. Я была вот удивлена. Так что большое спасибо, что так быстро сработали. Теперь подключить природный газ к дому может каждый житель. Дело осталось за малым – установить приборы газового учета. Впрочем, уже на такие незначительные расходы люди идут с большим удовольствием. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня выпускники сдавали ЕГЭ по русскому языку. В этом году этот экзамен обязателен для 2148 выпускников школ. Длительность экзамена по русскому языку – 3 часа 30 минут. Для его проведения в городе работали 13 пунктов на базе школ. В том числе два пункта на дому. Более 700 педагогических работников обеспечивали организацию ЕГЭ. В этом году на всех экзаменах полный комплект материалов распечатывается прямо в аудитории перед участниками. Также в этом году установлено минимальное количество баллов, которое необходимо набрать для получения аттестата – 24 балла. Для поступления в ВУЗы необходимо минимум 36 баллов. В скейт-парке в Сочи обрушилась деревянная перегородка вместе с детьми. Инцидент произошел накануне. В социальных сетях опубликовано видео с места ЧП. Как сообщают авторы, в скейт-парке у виллы Вера около 7 часов вечера обрушилась деревянная перегородка. В результате двое детей упали с высоты 2,5 метра. Подросткам оказали медицинскую помощь сотрудники скорой. По словам свидетелей, госпитализация никому не понадобилась. Девушки вышли на дорогу. Накануне в Адлере задержали женщину, которая шла по обочине, размахивая оружием. Она была пьяна, а пистолет оказался игрушечным. Тем не менее, на особу перепугавшую очевидцев составили административный протокол. А ночью в Сочи заметили еще одну даму с неординарным поведением. С криками «Кто хозяин в городе?» голая девушка разгуливала по Сочи. Как сообщают авторы ролика, в районе двух часов ночи девушка начала раздеваться на одной из улиц курорта. Раздевшись до гола, отправилась по дороге с криками «Кто хозяин в городе?» На вопрос, отдает ли она себе отчет, девушка ответила, что ей все равно. Интернет-пользователи предположили, что героиня ролика находится под действием наркотических веществ, и ей нужна врачебная помощь. Продолжаем. В городской больнице номер 4 установлено новое оборудование для витриоретинальной хирургии. Оно позволяет бороться со слепотой. Сегодня наша съемочная группа присутствовала на первой операции. Ее в Сочи провел главный офтальмолог края. Главный офтальмолог края приехал в Сочи, чтобы на месте убедиться, как работают новые оборудования. Сегодня достаточно сложную операцию он провел сам, чтобы коллеги могли еще раз получить своеобразный мастер-класс. Пациент непростой, ему 60 лет плюс диабет. Диабетическое поражение сетчатки пациента, когда на поверхности сетчатки развивается фактически рубцовая ткань, которая стягивает сетчатку, ее отслаивает, отрывает, ну и постепенно губит зрение пациента. Наша задача максимально очистить будет сетчатку от этих изменений. Эти операции умеют делать у нас в стране не более 100 хирургов. Такие специалисты теперь работают и в Сочи. Витрино-ретинальная хирургия в хирургии глазного яблока – это верхушка развития офтальмохирурга. Поэтому хирургия достаточно сложная, требует детального подхода как в диагностике, так и непосредственно на операционном столе. До конца года запланировано провести 12 подобных операций. А с нового года, к тому же после стажировки в Казани, врачи будут оперировать два раза в неделю. Обучившись, наши офтальмохирурги станут прекрасными специалистами, которым по силу все эти задачи решать. И наличие аппаратуры позволит нам очень много проблем офтальмологических закрыть здесь у нас в городе. И не будут наши пациенты ехать в краевой центр или в федеральный центр, или обращаться еще в какие-либо центры, когда у нас есть наша собственная четвертая городская больница. Специалисты считают проведение таких сложных операций – это хирургия сетчатки стекловидного тела, смена хрусталика, обработка сетчатки лазером, серьезным прорывом в сочинской медицине. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня приняли эстафету памяти. На мемориале в завокзальном районе прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 75-й годовщине освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. Маленькая лампада с огнем победы передается от одного муниципалитета другому. Цель акции – еще раз напомнить теперь уже юному поколению, что все жители края неразрывно связаны историей войны. На оккупированных территориях зверствовали фашисты, в лесах вели партизанскую войну местные жители, в кровопролитных боях за свою страну боролись отцы и мужья. Теперь уже прадедушки нынешних подростков. 186 дней длилась долгая оккупация фашистами нашего Краснодарского края. И за 186 дней погибло, умерло и было замучено 35 тысяч жителей Краснодарского края. Практически каждый день умирали 200 человек. Сочи принял эстафету памяти от Абшеронского района. Теперь лампада будет храниться на протяжении трех дней в местном храме. Далее ее передадут дальше, в Туапсе. От города-госпиталь, а городу воинской славы, где уже на подступах к жилым районам остановили врага. Им, молчаливым героям, сегодня цветы и минута молчания. В Сочи стартовала Черноморская чайка. Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике в 23-й раз собрали на курорте сильнейших юных атлетов. В этом году в Сочи приехало рекордное число участников – 220 человек из 29 городов России. Программа турнира включает в себя соревнования на гимнастических снарядах, в вольных упражнениях и в опорных прыжках. Эти соревнования являются, будем говорить, категорийными. Здесь можно выполнить любой абсолютно разряд, начиная от массового первого юношеского разряда и включая в мастеров спорта. По программе мастера спорта выступить планируют 54 участника. По кандидатской программе 26, еще 66 человек намерены выполнить норматив перворазрядника. По результатам этих соревнований не только вручат заветные звания, а также будут сформированы сборные краев и областей. И в завершение информации от партнеров программы. Санаторий Черноморья приглашает в лечебно-диагностический спортивно-здоровительный центр. И к вашим услугам крытые и открытые бассейны и теннисные корты, спа-зона, а собственный пляж. Телефон 290-2020. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Продолжение следует...